Мария Дмитриевна, а какие были отношения между отцом Василием и его сыном Николаем Василиевичем, плывающим советским математиком известным? Я знаю, что часто было такое, что детям приходилось отказываться от своих родителей, если отец был священником. Насколько я знаю, в любом случае, слава Богу, нет таких документов, что Николай Васильевич отказывался от своего отца, никаких отказов он не писал. Но общение было действительно редким, потому что, конечно же, священный мученик Василий очень боялся каким-то образом навредить сыну, потому что он в этот момент работал в математическом институте. Но в этом институте все его коллеги тоже были, многие из них были дети священников, поэтому, как сказать, ничего удивительного для его коллег не было, что у него отец священник. Сам Николай Васильевич в храм не очень ходил, честно говоря, хотя вот известно только, у нас запись есть подробная о том, как проходило венчание его. Наверное, это было одно из последних таких красивых венчаний. В 1925 году в Николозаяцком храме венчал Николай Васильевича отец Иван Марков, его дядя. Был приглашен в хор с именитым регентом, и собралась вся семья. Это, соответственно, были семьи духовенства. Ходил ли потом Николай Васильевич в храм, я не знаю. Его дочка, с которой я так тесно общалась, никогда не рассказывала о как-то таком духовно-религиозном состоянии отца. Рассказывала только про маму, его супругу, которая всегда и утром, и вечером молилась. И поэтому внучка хорошо помнила молитвы. И потом уже в старости тоже помолилась, вот так как молилась ее мама. Николай Васильевич, конечно, был под влиянием того, что происходило вокруг. Рассказывали, что на набережной у Николозаяцкого храма бегали эсеры. И что он тоже там, как сказать, был. Иногда с ними где-то там же бегал, как молодой человек. Известно, что он в короткое время был в Красной Армии письмоводителем. Он был без за руки, его в армию не брали. А письмоводителем был принят, и после этого у него появилась возможность, несмотря на то, что он был священник, учиться. И он поступил в Московский государственный университет. Тем не менее, несмотря на то, что он преподавал в педагогическом институте, после того, как священномученик Васильевич был репрессирован, он продолжил преподавать. Деволен был успешен, и потом получил Сталинскую премию за то, что он сделал математическое открытие. А может у вас сохранились какие-нибудь письма или фотографии от отца Василия? От отца Василия сохранилось единственное письмо, которое он написал, еще не будучи священником, а ходил в женихах и добивался руки у своей будущей тещи, своей невесты Елизаветы. и получить разрешение от строгой мамы Анны. Ее звали Анна Яновна. Было довольно сложно. Она не очень хотела выдавать замуж дочку за плохо устроенного жениха. Потому что отец Василий очень долго искал себе место. И даже когда он нашел место псаломщика, то ли не удовлетворяло его жалование, то ли еще какие-то были причины. Во всяком случае, они в женихах были больше пяти лет. Но потом все-таки было дано благословение, и тоже отпраздновали свадьбу. И у них родилось шестеро детей. Двое из них умерли. Да, двое из них умерли в владенчестве. Да, это было большим горем для семьи. А потом родились очень талантливые дети. Надежда и Николай оба с такими хорошими способностями. Даже отмечалось, что у Надежды были лучше математические способности, чем у Николая. Но Николай с самого детства был очень серьезный. И видно было, что он будет ученым. А двое младших были не имеющими каких-то особых дарований, хотя Серафим, по-моему, работал на киностудии, где и был известным таким оператором. А дочка Нин просто помогала, жила при отце. У нее не сложился брак. У нее была дочка маленькая. Вот они жили. Но зато благодаря ей и помощи ее Николая Васильевича. Выживала дочка. Даже когда он был в тюрьме, я приносила ему еду, пока он узнал, где он и что с ним. А известно, почему отцу Дмитрия Смирнова в архиве КГБ не выдали фотографии отца Василия? Ну, тогда как-то очень переживали и боялись, что родственники, может быть, неадекватно отреагируют, будут переживать, если увидят на лице страдания своих родных. Поэтому не давали эти фотографии. А было желание получить эту фотографию? Да, нам потом все дали, мы все видели. И дело уголовное, и саму фотографию. Мария, а можете помнить какие-нибудь интересные зарисовки из той жизни, из той эпохи отца Василия? Самые трудные времена начались после 22-го года. Служили два батюшки. Один уже очень старенький, был настоятелем. Это тот самый человек, который дал место священному ученику Василию. Он сам был псаломщиком и дальним родственником священному ученику Василия. И когда освобождалось место псаломщика, он предложил ему занять его место, а сам полурукоположен в диакон. И так они все время служения священному ученику Василию служили вместе. И только в 29-м году он скончался. И священному ученику Василию был при нем вторым священником. Когда началось уплотнение, ситуация была довольно сложная. Потому что все духовенства нужно было сильно потесниться. И они жили на улице у Николы Заветского храма, такой своей общины. И все друг друга знали, все друг к другу относились очень по-доброму. И во всем друг другу помогали. Прихожане из оставшихся, кто не убежал из Москвы, они приносили еду батюшкам, помогали с детьми. Батюшка тоже их окормлял. Даже были внутри двора и браки. Вот его дочка Нина вышла замуж за какого-то местного там молодого человека, который жил у них там рядом в соседнем доме. С очень красивой фамилией Иконостасов. Но потом такая спокойная жизнь, она, к сожалению, была разрушена. Поскольку соседний храм закрыли. А вот потом стали веселять людей, которые там рядом жили. И квартира, в которой они жили, пятикомнатная, священническая, где жил батюшка с четырьмя детьми, и она тоже, как сказать, была уплотнена туда. Привезли людей прямо с вокзалов. И сказали, вот эти люди будут здесь жить. А сам батюшка переселился на кухню. Дом был без удобств. Удобства были на улице. Они очень ждали и собирали деньги храму, чтобы построить полноценный священнический дом с удобствами. Но, к сожалению, не успели. Деньги были собраны, а дом не построили. Так вот они стали жить. В этом доме без удобств. А тут еще и такая беда случилась, что пришли люди совершенно чуждые их окружению. И, конечно, в праздники было очень тяжело жить, поскольку везде слышалось веселье, и батюшка не знал, куда деться в этой ситуации. И ходил в гости к своему родственнику, который был в храме Михаила Архангелла в Овчинниках, отцу Ивана Маркова. И там оставался ночевать. Матушка к тому времени его уже умерла. Она болела раком легких. И он себя чувствовал совершенно одиноким. И еще плюс с дочкой, у которой тоже были большие сложности в взаимоотношениях с мужем. Поэтому в конце концов они, к сожалению, расстались. И дочка жила вместе со своей дочкой. То есть, получалось, с внучкой. Но внучка, несмотря на все скорби семьи, вспоминает с большим-большим теплом эту жизнь. И в старости она говорила, как бы хорошо мне вернуться в этот дом, и мне бы хотелось там и умереть. Потому что жили, несмотря на все скорби и стесненные обстоятельства, очень-очень по любви. Потом, когда храм закрыли, и отец Василий больше не смог жить там на квартире, то он переселился в храм Григория Кисарийского. И там служил. И дома бывал у себя редко. Он почти все время проводил при храме Григория Кисарийского. У нас остались дневниковые записи его родственника, которые пишут, что отец Василий регулярно исповедовал по вечерам, а утром проповедовал, что была череда. Одну неделю служил отец Василий, неделю служил отец Александр Крылов, и что они ревностно служили, стараясь не пропускать службу утром и вечером. Еще одна наша родственница вспоминает, как он сидел на лавочке в очечках и ждала вечерней службы. Девочка, которая вспоминает отец его, был регентом, и она жила при храме. Мария, а как ваши родные узнали о смерти отца Василия? Первое, папа мой стал размышлять о том, что же случилось со священномучеником Василием. Стал опрашивать его родных. Они стали говорить, что мы знаем, что был изнан приговор, и в приговоре было сказано 10 лет без права переписки. И папа уже по своему опыту, зная от окружающих своих, что эта фраза говорит, скорее всего, о расстреле, что если 10 лет без права переписки, то значит, скорее всего, его расстреляют. Он смел предположить, что священномученик Василий был расстрелян. А потом ему предоставилась возможность получить документы, где он как раз нашел подтверждение этому своему предположению. Узнал, что он был расстрелян 1 июля в Бутово. Вот тогда папа поехал в Бутово и, как сказать, узнал, что ни у него одного родственника пострадало. И стала собираться группа, которая породила о том, чтобы построить храм. И папа мой участвовал в строительстве первого деревянного храма в Бутово. И регулярно туда ездил. Служились там панихиды. А известно, за что от Василия расстреляли? Ну, в приговоре было сказано, что он какие-то высказывания говорил, которые против советской власти. Но это были такие типовые обвинения в отношении ко всем. Дело его было очень маленьким. Все вот на пяти страницах. Это просто какие-то его простые высказывания. Вот мне ничего такого особенного там не было сказано. Просто у нас в семье говорилось, что какому-то там человеку местному требовалось квартиры, что он захотел получить эту квартиру. И таким образом... Как распечатствие было. Я решил обвинить священномученика Василия, увидев, что одинокий дедушка живет в квартире. И он вот таким образом написал на него донос. Вот так вот. Из первых воспоминаний, которые я услышала, я услышала от своей бабушки двоюродной. Это родная сестра моего деда, Ольги Николаевны. Она рассказывала, как помнит, что в Старомонетный переулок, где они жили, приходил священномученик Василий. Был, я так предполагаю, это в начале 30-х годов. Потому что сама она 29-го года рождения. И она помнит, как он под шубой нес елку. Вот. И тогда елки были запрещены. И для них было удивительно, каким образом он под шубу смог пронести целую елку. Это был настоящий сюрприз для детей. И большая радость, что они вдруг неожиданно обрели дом елку. Это было первое воспоминание. Второе воспоминание. Я получила от другой своей родственницы, Анны Сергеевны Крыловой, отец которой служил регентом в Хайме Григорьне Кесарийского. Она рассказывала, как она хорошо помнит сидящего на лавочке в очках. И он сидел и ждал вечерней службы. Потом вспоминала Августа Яковлевна Смирнова, которая жила недалеко от храма Григорьне Кесарийского и ходила в него. А потом стала матушкой отца Николая Смирнова из храма Анну Война. И она говорит, я на всю жизнь запомнила эти глаза. Она вспоминает, как она с бабушкой приходила в храм и как священно-мученик Василий исповедовал. У нас сохранились дневников и записи сослуживца священно-мученика Василия, отца Александра Крылова, где он пишет, что служим чередуя с отцом Василием. Я думаю, что для священно-мученика Василия, конечно, представилась совершенно замечательная возможность даже после закрытия своего храма служить. Он очень любил богослужение. И даже когда храм Григорьне Кесарийского было закрыто, там нельзя было больше служить, то он изыскал возможность даже в эти годы. Вот, нашел церковь подмосковную в селе Знаменском и стал служить там. Вот, несмотря на то, что это место было такое близко к Услово, и там всякие творились непристойности, вот, тем не менее, он продолжал служить, не обращая ни на что внимания. Вот, несмотря на то, что уже мало кто ходил в храм, но он опирался на тех людей, которые тянулись к Богу. Один из священников по просьбе отца Дмитрия Смирнова решил написать службу священному ученику Василию. И сказал, что довольно трудно писать текст, потому что такое сложилось впечатление о нем, что он все время молчал. Действительно, несмотря на то, что он был хорошим проповедником, он говорил только в храме, а больше не говорил, все было очень сдержанно. Старался быть максимально порядочным и жить по правилам. И каким-то образом старался никого не обижать и ничем не раздражать. Удивительно, вот это стремление привело к тому, что он, наверное, один из немногих, кто, когда пришла советская власть, смог по всем правилам зарегистрировать свою общину Николу Заяцкого. И, наверное, таких приходов один или два всего в Москве, которые, как сказать, смогли вот каким-то образом вписаться так, и не нарушая правил, но при этом, оставшись при этом патриарху Тихона, вот, сохранить свою общину. Конечно, ее, к сожалению, потом перевели в храм Воскресенье в Кадашах, и самому отцу Василию пришлось перейти в другой храм. Но тем не менее, вот это известный факт, что община Заяцкого храма продержалась до самого конца. И то, что он смог служить и в Знаменском храме, этого добился, вот это тоже говорит о многом, что он изо всех сил стремился служить, и как своему верующему людям старался объяснить, что есть Божий закон, вот и так прийти к Богу. Составляя житие священному ученику Василия, следовали послужным спискам, поскольку о нем не так уж много известно. И в послужном списке перечислены гимназии, где он преподавал закон Божий. Среди гимназий есть гимназия Мартыновой. Ну, им казалось, ну, а зачем, собственно, утруждать себя и в житие вписывать все места его служения? Ну, потом подумала, что, может быть, это будет для кого-то важной, какая-то подробность, может быть, для кого-то будет в радость, что вот здесь ходил или жил священному ученику. И вот как-то неожиданно мне позвонили реставраторы, которые собираются восстановить гимназию Мартыновой, которая находится на Плющихе. И говорит, мы узнали, что священному ученику Василий жил в доме, в котором жил когда-то Лев Николаевич Толстой. И теперь, говорит, мы хотим установить такую табличку, где будет указано, что здесь жил в детстве Лев Николаевич Толстой, а потом в гимназии Мартыновой преподавал священному ученик Василий. И для меня это было большим откровением, потому что я подумала действительно, как важно любое слово, вот если ты его напишешь, то потом оно какую-то несет дальше, имеет продолжение. И что очень внимательно нужно относиться ко всему тому, что ты пишешь или говоришь. И даже вот такая маленькая подробность оказалась совершенно существенна. И если бы архитекторы и реставраторы не знали, что дом, который находится на Плющихе, связан с этими людьми, то он был бы снесен. А именно вот эти два факта дали возможность сохранить этот дом и действительно не только сохранить, но и установить на нем табличку. Вот тоже для меня это было таким настоящим чудом. Мария Дмитриевна, я знаю, что предки отца Василия долгое время служили в храме, в крестовозирском храме Волтуфьево. Там были они похоронены, и там долгое время сохранялись их могилы. Сохранились ли сейчас могилы предков? К сожалению, не сохранились, но мы установили доску, на котором указаны все священномученики, которые служили в Волтуфьевском храме. И среди них указали и священномученика Василия Смирнова, который хоть и не служил как клирик храма, но приезжал регулярно в Волтуфьевский храм на могилу своего отца. И там служил панихиды. Об этом узнал мой отец, отец Дмитрий Смирнов, когда посещал дочку священномученика Василию Нину, и она вдруг неожиданно среди таких вот своих слов о священномученике Василии, второй сказал, говорит, ой, а мы вот ездили в Волтуфьево. И для отца Дмитрия это было таким потрясением, потому что в этот момент он служил именно в этом храме. И тут он понял, что оказался в храме по молитвам предков. Долгое время отец Дмитрий тешил надежду, что он поставит обязательно крест, памятный на такой предположительной могиле. И просил меня, чтобы я составила список всех батюшек, которые могли быть похоронены при храме. Я стала заниматься историей Отуфьевского храма, и вот нашла еще новомучеников. И потом возникла идея вот установить памятную доску с указанием всех этих священномучеников.